в этом примере плоскости на фоновой картинке параллельно экрану информеры достаточно разместить в нужном месте и изменить размер если фоновое изображение имеет перспективу кликнем по информеру правой кнопкой мышки и из появившегося меню выберем включить режим работы с перспективой перемещая соответствующие маркеры ограничительной рамки приведем вид информера в соответствии с перспективой изображения откроем настройки первого слайда перейдем к селектору эффект перехода выберем анимацию перехода к последующему слайду о настройках кривых анимации вы можете прочитать на специализированном сайте аналогично настроем переходы у других слайдов и посмотрим что получилось обратите внимание к модулю с активным параметром постоянный элемент анимация не применяется можно анимировать появление отдельного элемента для этого кликнем правой кнопкой мышки на информере и выберем настройки анимации элемента включим анимацию логотипа и активируем параметр постоянный элемент все созданные слайды будут воспроизводиться циклично анимация логотипа сработает только при первом проигрывании слайд-шоу можно использовать эти приемы для привлечения внимания к некоторым пунктам большого меню для работы эффектов анимации требуются достаточные ресурсы телевизора или приставки на которых воспроизводится слайд-шоу добавим фоновое изображение через опцию фото сделаем его постоянным элементом расположим его под всеми и установим селектор показывать на всех слайдах добавим часы поверх всех разместим информеры с анимацией на каждом слайде в результате фон и часы не меняются со сменой слайдов а информеры без ключа постоянный элемент анимированы аналогично можно использовать эффекты переходов между слайдами анимации анимации и и и Продолжение следует...